Продолжаем, иншаллах, чтение некоторых наставлений от наших сэлэфов, хорошо, то есть требующим знания также ученым, хорошо о том, как нужно совершать призывы, изучать знания и так далее. Имам Аль-Бухари, братья Рахима Аллах, привел в своем сборнике достоверном, в Сахихе, то есть слова Ибн Аббаса, когда он комментировал слова «Будьте же воспитателями». И вот это слово «Раббанийин» он, братья, растолковал, сказав «Мудрецы и знающие, которые поступают мудро и по знаниям». И сказал также, говорится, Ар-Раббаний, кто такой вот этот Ар-Раббаний, который воспитывает? Это тот, кто воспитывает людей малыми знаниями, хорошо, до больших знаний. Малыми знаниями до больших знаний. Ибн Хаджар, братья Рахима Аллах, сказал, что такое малые знания, то есть, что называется? Имеется в виду то, что явно понятно, что ясно понятно. Большие знания, это то, что нуждается, как говорится, через лупу посмотреть, на что нужно. То есть, имеется в виду такие тонкие вопросы, которые не каждый поймет. И это неправильно, братья, что некоторые люди говорят, что, например, такие книги, как Бухари, или же Муслим, или же книги по хадисам, Тафсиры и так далее, называют большими знаниями. От того, что, братья, книга большая, это не значит, что это знание большое, хорошо? То есть, книга большая абсолютно, то есть, ни на что не указывает. Хорошо, значит, много там пользы, все. Наоборот, братья, у нас есть короткие-короткие всякие, то есть, матный по фикху, на пример, который в тысячу раз труднее, который, в Аллахе, братья, иногда сами, субхану, не могут понять, то есть, даже арабы, какие-то вещи оттуда. Что касается хадисов, аль-хамду-ля, по милости Аллаху, субхану ва-та-Аля, все просто и все ясно, и все понятно, по милости Аллаху, субхану ва-та-Аля. Ибн Хальдун, братья, рахима Аллах, то есть, это был известный такой, то есть, философ, историк, хорошо? То есть, который, то есть, написал такую книгу, как Мукаддима, известная, хорошо? Он говорил, братья, шагатту, кафирам минальмуалимин, лихазал ахди, ллядзи адракна, ячхалюна тарукат-таалиму, ифадатихи, и говорит, то есть, я, говорит, много людей видел, обучающих кого-то в наше время, хорошо? Которые не знают, как нужно, то есть, преподавать на самом деле, как нужно доносить пользу до учеников. И они что делают? Они в самом начале, хорошо, то есть, новичку приходят, и такие трудные, закрытые вопросы приводят, хорошо? И говорят ему, что ты должен хорошенько о них подумать, а ну-ка, реши вот это, а ну, разъясни мне это, и так далее. И они что говорят? Что это хорошо? Дай мы ему вначале будем трудное давать, чтобы он, как бы, приучился. Хорошо, это будет для него хорошей практикой. И они говорят, что вот это правильно. То есть, они, субханаллах, обязывают его тем, что он не сможет получить, хорошо? Не сможет он это понять. И они, субханаллах, смешивают то, что ему, то есть, они, как говорится, не то, чтобы смешивают, они одно заменяют другим, то есть, неправильно расставляют по позициями или же по местам, то, что преподают человеку, хорошо? То есть, в самом начале могут ему дать то, что ему нужно только в конце, или же то, что в конце, то есть, ему тогда уже легкие вещи дают и так далее. Аллаху муста. Говорит, То есть, и дают ему тогда эти знания, когда он еще не готов их понять. Хорошо? То есть, он какую-то вещь просто сейчас не поймет. Зачем ты ему сейчас начинаешь говорить об этом? То есть, грубо говоря, братья, например, если ты сейчас какого-то старика нашел и подходишь к нему, говоришь, послушай, брат мой, таухид делится на три вида. Таухид ур-рубуби, таухид уль-улиги, таухид уль-асма усыфат, зак аллахерн, я донес за тебя. Он тебе скажет, что такое джазак аллахерн, что такое таухид вообще, ты о чем говоришь? То есть, подойди, субханаллах, то есть, я братьям приводил пример, я как-то, братья, в одной, не благополучной, можно сказать, в одной из республик Кавказа, как-то преподавал детям, братья. То есть, и в этой местности известно, что, как бы, ну, какие-то вопросы лучше опускать, то есть, нельзя, там, говорить все, как есть и так далее и тому подобное, потому что это, то есть, ну, из-за определенных личностей, то есть, там считается, там, ваххабизмом и так далее и тому подобное. Ну, то есть, не суть. То, что я хочу донести, братья, когда детям разъяснял, во-первых, трудно, как детям донести, то есть, как им сейчас разъяснять ахиду и так далее и тому подобное. Хорошо, по милости Аллаху спадали, разрешили, как бы, сказали, ну, как бы, что хочешь преподавай, вот это время твое с детьми. Я им, братья, начал разъяснять таким образом. То есть я им сказал, братья, Аллах, Субхану Аталия, сказал, «Кульгу Аллаху Ахад» «Аллах един», скажи, «Аллах един». Что значит «един», кто знает? Ну, дети там начали каждый свое говорить. Я им объяснил, братья, един в трех вещах. Един в том, что Он один только Господь. Никто не создает, кроме Него, никто не умершляет, никто не оживляет риск. Кто вам дает? Кто вам дал это все? То есть говорят Аллах. Второе, говорю, Он един в том, что только раз Он один нам дает это все, тогда только Ему и можно поклоняться так же? Все говорят «Да». И то есть объясняешь. И потом «един» также в своих именах и атрибутах. Здесь я вкратце разъяснил то, что Аллах, Субхану Аталия, у Него есть свои описания, которые Он не подобны. То есть где Аллах, Субхану Аталия, они все дети сказали, «Алхамду ля», на естестве, наверху. Я говорю, то есть это из Его описаний и так далее, то есть и качеств. И то есть начал им разъяснять вкратце этот вопрос. И все, и Аллах, братья, дети все поняли. А если ты детям сейчас, которые, братья, дети, особенно в наше время, Субхану, дети, им ничего это не интересно. Ты если начнешь им говорить «Таухид», и «Таухид аль-Улюхи», Субхану, они развернутся и не послушают тебя. Поэтому нужно, братья, смотреть, кому и как ты преподаешь. Обязательно знать, кому ты преподаешь, как ему нужно, какой ключик именно к этому человеку, как подходить к тому или же другому. Поэтому, то есть говорит он дальше, Ибн Хальдун, «Фаина хабуле лаэльми у листиадат лифахмихи, у листиадат лифахмихи танча тадириджанда». Потому что, братья, понимание, знание, оно не сразу приходит. То есть ты можешь какие-то трудные вещи сразу в новичку вначале дать, и он, братья, в ступор встанет. Или же ты можешь привести его к этим трудным вещам. Каким образом? Понемножку, понемножку. То есть, братья, когда у кого-то рождается ребенок, когда только он отходит от грудного молока и начинает кушать, что мы ему сразу, братья, даем кусок мяса, хорошо, то есть и кусок теста, или же кусок хлеба, все, и бисмилля, кушай. Нет же, братья, то есть ты ему маленькие кусочки делаешь, хорошо, кашки и так далее. Начинаешь с каких-то вещей, чтобы он мог это усвоить хорошо. Потом, когда он станет сильнее, когда у него окрепнут зубы, когда у него челюсть уже будет, мышцы будут и так далее, тогда ты ему уже даешь все сильнее и сильнее до тех пор, пока он не вырастет и уже не будет кушать все, что сам пожелает. То же самое, братья, и в знаниях. И братья, ученик, он всегда в самом начале, он не может понять какие-то все вещи, хорошо, то есть в общем он ничего не понимает, он только вот пришел, хорошо. То есть он может понять только самые обычные вещи, братья. И именно таким образом, когда ты ему примерно разъясняешь, в общем разъясняешь и всегда приводишь примеры. То есть это как что, это как это, это как что, это как это. Вот таким образом человек начинает понимать. И братья, и в Аллахе. Когда ты с человеком таким образом начинаешь, хорошо, то есть разъясняешь ему таким образом, этот человек потом, братья, отлично, то есть у него отличный фундамент потом становится. Хорошо. То есть если ты сразу его грузишь чем-то, он, братья, как был, как говорится, извините, тупым, так и останется. Если же ты спустишься на его ступень и начнешь ему разъяснять, приводя на все примеры. То, что вот это как, например, вот это. понимаешь, ты же вот это помнишь, да, вот это как это, а это примерно как это, помнишь такое-то, да, вот это похоже на это, и так далее и тому подобное, он уже будет эти вещи знать, и это, брат, тебя, Субханла избавит от того, чтобы ты через месяц, через два через год, ты уже не будешь ему разъяснять таким образом, ты уже будешь говорить ему все то есть термины, не термины и так далее, все как есть, ему не будет в этом проблемы он будет понимать это, потому что он уже знает, он наоборот будет людям говорить, что это, как это, вот это как это, и так далее И говорит, и таким образом ты понемножку, понемножку, то есть постепенно в какой-то науке, которую ты ему преподаешь и в повторении, в постоянном повторении разъясняешь ему таким образом, пока ты не перейдешь в этом вопросе, в те вопросы, которые в высшей степени. Когда он уже начнет понимать, он уже все это будет осознавать сам, и у него будет уже какой-то, как говорится, то есть баланс, как говорится, баланс знаний, то есть у него уже что-то присутствует. Хорошо, то есть и он готов. И потом ты уже будешь разъяснять, и он уже сам будет это изучать, и он уже будет полностью это понимать. Хорошо, он уже будет, как говорится, в этой каше вариться. А если же ты в самом начале, то есть человеку, который не понимает, в принципе, он не понимает, что ты вообще говоришь, он вообще не знает, о чем, что вообще происходит, ты этому неготовому мозгу все это положишь сразу, это, субханно, обернется для него тем, что он будет думать, что знание это что-то очень трудное, что я не смогу. Хорошо, и он начнет лениться, говорит, я, субханно, сейчас опять приду и спать на этом уроке, что я там буду делать, и так далее, и тому подобное. То есть и такой человек отойдет, то есть отклонится от того, чтобы принимать это знание, не будет он искать это знание, и также, субханно, как говорится, очень сильно будет бойкотировать, наоборот, то есть любое место, где знание, он скажет, а, зная этих, нет, это вообще не мое, то есть я это не могу. И это, братья, всему является что причиной? Первая причина в чем? Первая причина, братья, в том, что человек не умел преподавать, который сел. Субханно, братья. И оно, братья Валлах, каждый наверняка эту вещь как бы знает и может быть на себе даже испытывал. То есть это некоторые братья, то есть уже говорили раньше об этом и тоже, то есть не устаем советовать братьям, чтобы они, Субханалла, не являются брат мой дорогой, то есть если ты преподаешь кому-то или же даже, то есть вы, братья, если кому-то хотите что-то донести, не является, братья мои, нашей целью донести о том, то есть то, какой ты умный. Ты доносишь до них не то, что ты умный, ты молодец, ты красавчик и так далее, ты доносишь до них, брат, слова Аллах, Субханалла, слова посланника, то есть разъяснения сподвижников, слова салифов, доноси это, брат мой, как можешь проще, чтобы человек понял это, твоя цель, брат мой, чтобы все поклонялись одному только Аллах, Субханалла, не предавали ему никого в сотоварища, твоя цель, чтобы люди следовали сунне посланника, не нужно это утруднять, люди и так, Субханалла, отдалены от Аллаха, Субханалла, люди и так отдалены от сунны посланника, со всех сторон, братья, их все, как говорится, крюками толкают хорошо, с прямого пути забирают, братья. Каждый к себе тянет хорошо, то есть, неважно, мусульмане то или же не мусульмане. Не надо, то есть, наоборот, упрощайте. Пророк, алей салату ассалам, говорил, есть сиру, аля ту ассиру, облегчайте, не осложняйте. Говорил, ин наминку моноферин, поистине из вас есть такие, которые отдаляют людей, наоборот. Надо просто, братья, спокойно доносить. То есть, братья, как я говорил, братьям, хоть на картошках, хоть на яблоках, хоть на баранах, разъясняй. То есть, к каждому человеку ты подходишь по-своему. Вот, как я вам приводил пример. С детьми ты говоришь по-своему. То есть, говоришь, играешься с ними хорошо, что-то как-то показываешь и так далее. То есть, со старшими по-другому, со своими ровесниками по-другому. Тот, кто знает, не подобен тому, кто не знает хорошо. То есть, если у тебя мэджелис, где есть 70% людей, которые, как говорится, как мы называем это, в теме, и 30% не в теме, то есть, они еще не так хорошо понимают. Брат, сиру сейра ду афайкум. То есть, вы следуете по пути своих слабых из вас. То есть, идите их походкой. Не нужно, то есть, забегать из-за того, что вот у меня 70%. Нет. Разъясни им. В лишний раз повтори с ними. Брат, в Аллахе, ты только закрепишь это у них. Потом это тебе же в судный день придет. Хорошо? То есть, потому что, братья, ни в коем случае не надо забывать цель для нашего преподавания, цель нашего донесения. Цель наша, братья, не мы красавчики, не вот то, что вот у меня саляфит на лбу написано. Нет, братья, наша цель. В Аллахе, даже как некоторые наши шейхи говорили, что если в твоей местности саляфия и так далее, это слово, то есть, вызывает какую-то опасность или же люди не принимают, отпусти это слово, не говори. То есть, наша цель же не является, братья, призвать людей к трем буквам. Син, лям, фа. То есть, не к слове саляфия. Мы, братья, не призываем к слову саляфия. Саляфия это просто описание. То есть, кто, как, чему мы следуем и так далее. Наша цель, братья, это донести до людей в Куран и Суну в понимании саляфов. Хорошо. То есть, вот эта цель. И все, больше ничего у нас нет. Поэтому это нужно делать самым приятным, самым лучшим методом. То есть, если какой-то человек не принимает именно от тебя, брат, не надо тебе ему доносить. Найди кого-нибудь, кого он послушает. Хорошо? Если этот человек тебя не знает, брат, улыбнись ему сначала. То есть, подготовь его, дай ему какой-нибудь подарок, всегда ему помогай в чем-то и так далее, до тех пор, пока он сам уже к тебе не будет. То есть, относиться хорошо, приятно, любить тебя. И тогда, брат, доноси до него. Каждому, братья, каждому человеку есть свой ключик. И поэтому, братья, не нужно лениться. Не нужно говорить то, что да, пошел он это. То есть, его проблемы и так далее. То есть, некоторые братья так говорят. Все из-за выражения. Хорошо. То есть, говорят, да, это его проблемы. То есть, я ему тут вот пришел, такой весь из себя шейху али-исламу, а он этот самый не принимает. Да, он там должен мне вот так сидеть. Ничего он тебе не должен. Пророк, алей-салят, в хадисе Алибн Абиталибе говорит Если Аллах, субхану али-исламу, через тебя поведет хотя бы одного человека по прямому пути, это будет лучше для тебя, чем красные верблюды, чем самое дорогое, что только есть на земле. То есть, это в свое время было, братья, как красные феррари сегодня. То есть, самые лучшие богатства, это ничто, братья, если Аллах, субхану али-исламу, хотя бы одного поведет по пути, то есть, и ты станешь этому причиной. Поэтому, то есть, не нужно скупиться, братья, в Аллаху али-маста'ан. Хорошо, отошли от темы чуть-чуть. Имам Аз-Зухри, братья, рахима Аллах, говорил Поистине, это знание, если ты его оптом, как говорится, постараешься полностью все сразу взять, оно одержит над тобой верх, и ничего ты из него не возьмешь. То есть, это знание не таким образом. Но, говорит, ты, говорит, днями и ночами, изучай, изучай. Таким образом, что ты по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и тогда будет в этом польза. Хорошо? Тогда будет в этом польза. То есть, какая, братья, польза будет человеку, если он придет в тренажерный зал и за один день сто отжиманий сделает? Хорошо? И все. То есть, этот человек имеет в виду без подготовки и так далее. Хоть он вряд ли сможет сто отжиманий сразу сделать, но если вот даже сделал, это значит, братья, у него будет несколько, то есть, если не недель, то уж точно, то есть, недели, полторы, две будут болеть мышцы. Он ничего не сделает. То есть, ни себе не помог, ни другим. Хорошо? Никакой пользы не получил. А если же человек придет и понемножечку, понемножечку начнет с пяти, десяти, пятнадцати, двадцати, тридцати и так далее, до тех пор, пока сто отжиманий не будет для него, это норма и абсолютно хорошо. То есть, или там тяги, я не знаю какие и так далее и тому подобное. То есть, такой человек действительно одержит верх, у него будут и мышцы, и тело, и спорт, и все у него будет далее, то есть, как говорится, в Алядали, КФХС, и можете проводить аналогию каждой, то есть, в чем-то своем. Хорошо? То есть, всегда, когда понемножечку, понемножечку, понемножечку идешь, то есть, даже когда мы в школу, братья, приходим. Почему мы все один из классов за один год не изучаем? Нет, одиннадцать классов, братья, одиннадцать лет человек заходит в школу, в первом классе у тебя сорок пять минут, два плюс два, два яблока, прибавить три яблока, сколько? Пять яблок. Три груши минус одна груша. Было три груши, Ваньке отдал одну грушу. Сколько осталось? Две груши. Таким образом, ребенок учится. То есть, нам сейчас смешно, что такое груши, груши, там, яблоки и так далее. Но ребенок, братья, то есть, ему это понятно, то есть, это его уровень. Потом уже у тебя выше старший класс, старший класс, у тебя уже там идут тангенсы, катангенсы, там, X, не X, дискриминант. Там ты уже понимаешь эти вещи. А если ты сразу, братья, ребенку в первом классе скажешь, D равно B квадрат минус 4 АС, а, бисмилля, субханалла, то есть, он на тебя посмотрит, что ты вообще от меня хочешь, развернется и домой идет плакать так же. Поэтому, братья, это знание, то есть, нужно облегчать как можно, то есть, не устаю об этом, братья, повторять. Также, братья, Вакебнальджоррах, рахмаллах, говорил, не станет человек полноценным, то есть, в своих знаниях, до тех пор, пока не начнет он записывать от тех, кто выше него в знаниях, от тех, кто подобен его в знаниях и от тех, кто даже ниже его в знаниях, если, то есть, имеется в виду, то есть, если этот человек приносит какую-то пользу. То есть, если ты берешь знание от того, кто знает лучше тебя, это то, что от тебя требуется. Пришел тот, кто подобен тебе в знаниях, но дал тебе такую пользу, которую ты не знал, брат, не искупь. То есть, не надо превозноситься, говорить, ну, ты же подобен мне и так далее. Нет, прими, скажи, Джазак Аллахэрн, все, запишем, это хорошо. И также, даже тот, кто, если придет к тебе, который, то есть, ничего не знает, но здесь он прав, Джазак Аллахэрн, брат, прими у него это, хорошо. Барак Аллахэку. Как-то раз мы сидели в мечети с братьями и говорили о каких-то вещах, то есть, что провокали, саляту, сказал так, сделал так и так далее, какую-то сунну обсуждали. А почему это сделали? Потому что рядом сидели взрослые мужчины, хорошо, то есть, и мы хотели, чтобы они тоже услышали что-то из этого. То есть, мы им ничего не говорили, они просто сидели рядом в мечети. И один из них старик, то есть, который был такой, то есть, это весь джамат был такой известный, который они немножечко противились этому. И, то есть, насколько, аль-хамдуля, по милости Аллаху, субхандуль, сердца у них смягчились к сунне, что они, то есть, ничего не смогли из этого опровергнуть. Единственное, один из них сказал, братьям, саламу алейкум, вы, говорит, столько всего сказали полезного, хорошего, говорит, и все время вы говорите, когда называете имя пророка, салаллаху алейкум, говорите, то есть, салават, хорошо, салаллаху алейкум, но сколько раз вы сказали Аллах, субхандуль, то есть, и Аллах, вы ничего не приняли, то есть, не сказали, ну, то есть, не стоит так, то есть, было бы хорошо. И некоторые братья, как бы, ну, видно было, что у них, то есть, ну, там, это, то есть, необязательно, то есть, ты можешь много что сказать, да, действительно, у тебя нет в этом обязательства, это не является чем-то желательным или же постоянно, чтобы кто-то призывал и так далее, говорил и так далее. Но вместе с этим, разве этот мужчина сказал что-то плохое? То есть, разве он тебя чем-то отдалил от твоей религии? То есть, промолчи. И, ахамдуля, то есть, некоторые братья хотели сказать, но их вовремя показали им, что нужно помолчать. Ахамдуля, сказали этому взрослому мужчине и продолжали уже, говорят, и по сути, ты пользу получил. Действительно, он правильно сказал. Ну, не подобает. Почему бы? То есть, ты больше других заслуживаешь того, чтобы лишний раз восхвалять Аллаха что-то от этого, то есть, что-то меньше у тебя станет. Наоборот, только больше, только пользу получишь. Поэтому ни в коем случае, братья, не нужно стесняться или же как-то превозноситься, считать себя лучше кого-то и не брать от кого-то. Нет. Если кто-то принес нам пользу, братья, чазак Аллахайран. Хорошо. Суфьян ибн Аййна, рахима Аллах, говорил «Юстахаббу лил аалими иза аллама алла юанниф иза уллима алла янаф». Говорит, является желателем для ученого, когда он обучает кого-то, чтобы он не напрягал людей, чтобы он не усложнял, не был с ними грубым, жестким и так далее. То есть, спокойно, будь с ними спокоен. А если же тебя учатся, то ни в коем случае не поднимай свой нос, как говорится. То есть, не нужно говорить то, что да, я там такой, ты вообще знаешь, кто я такой, меня ты зачем учишь и так далее. Там я, ты еще под стол пешком ходил, когда я это знал и так далее, и тому подобное. Не нужно. То есть, тебя учат, захоллахырин, скажи, обучаешь, упрощай людям. В фи хикмат Лукман олей асалям. Опять же, Лукман олей асалям. Аллаху алим. Из мудрости Лукмана. Некоторые сказали, что он пророк, некоторые сказали, что был просто мудрый праведник. Аллаху алим. Я не знаю довода на то, чтобы он был из числа пророков. Поэтому Аллаху алим. То есть, был мудрый праведник, которого взял Лукман. Про него есть сура в Куране. Его известны слова своему сыну, когда он делал его наставления, что сказал То есть, вот сыночек, не предавая Аллаху Субхану Тараса, товарища, поистине это великая Несправедливость и так далее Здесь же приводится, то есть, из его мудрости Слова Поистине мудрый ученый Он призывает людей к своему Знанию или же к знаниям Спокойно, то есть, со смирением То есть, спокойно призывает И хорошо А что касается глупца Братья, то есть, ученый, но который, братья, является Глупцом, хорошо, бестолковый ученый Он, наоборот, отдаляет от себя людей Тем, что он тараторит То, что он им много сразу дает знания Хорошо, то есть, сразу За один присест, как говорится, всю книгу Пытается им донести И так далее, и тому подобное, как я раньше братьям говорил Тоже, когда эти слова читал, Субхана сразу Вспоминал себя Тоже, потому что Есть такая причина, привычка Быстро болтать Как бы не старался, то есть, вот такой Как говорится С детства приученный, привыкший к такому Ну, иншалат, будем стараться Как-то менять это дело Варакаллаху фиквам Также Рабиа, рахима Аллах, говорил Говорит, я вижу, что люди Своё положение, то есть, всю свою жизнь Как говорится, доверяют тебе То есть, во всех вопросах возвращаются к тебе Поэтому, то есть, он делает наставление человеку Который, то есть, люди его посчитали муфтием И все возвращались к нему в своих вопросах И он ему говорит, то есть, я вижу, что люди Все обращаются к тебе То есть, во всех своих вопросах приходят к тебе Поэтому, говорит, если кто-то тебя спросит О каком-то вопросе, то сначала Ищи через этот вопрос спасение для своей души А потом для этого человека То есть, когда ты отвечаешь ему на вопрос В первую очередь, спасай себя А затем уже думай об этом человеке То есть, некоторые, особенно братья То есть, не среди туляб То есть, которых спрашивают И так далее, которые преподают А это либо начинающий студент Либо же, в принципе, брат, который Хороший брат, там уроки слушает и так далее Среди них это бывает То есть, если какой-то простолюдин тебя спросил Ты считаешь обязательным То есть, по-любому нужно ответить То есть, не вариант не ответить ему Если спросили, все, как То есть, нельзя не ответить Если спросили, нужно ответить А мы видим, братья, что чем больше у человека знаний Если это человек ученый, братья, шейх и так далее Или даже просто какой-то То есть, сильный требующий знаний и так далее Когда его спрашивают, он может сказать Брат, я не знаю ответа Казалось бы, то есть, почему не знаешь? А ну-ка, давай весь мир переверни Там все книги переверни Узнай во что бы то ни стало Нет, брат То есть, тебе никто это не обязал Хорошо, есть какие-то вопросы Где-то действительно Джазак Аллахайрон Ищешь для какого-то брата там ответы и так далее Но если ты не знаешь Или же, то есть, разве тебя Аллах, Субхану Таля Обязал отвечать на каждый вопрос? Разве это является для тебя обязательным? Никто тебя не обязал этим То есть, то, что ты знаешь, отвечай То, в чем ты не сомневаешься, Джазак Аллахайрон Разъясни людям Если ты не знаешь, скажи, я не знаю То есть, ты не обязан ответить на каждый вопрос И поэтому, вот эти слова, братья Должен человек себе перед глазами ставить Если у тебя что-то спрашивают В первую очередь, через свой ответ Ищи спасение для себя А затем уже для этого человека Каким образом? То есть, сначала узнай, действительно ли этот Твой ответ будет для тебя в судный день Благим делом То есть, ты отвечаешь ему Ради Аллах, Субхану Таля Или ради кого? Отвечаешь ты ему То есть, таким образом, чтобы люди сказали Машалла, какой он ученый Или же просто взяли себе ответ То есть, хорошо, и пользу получили Ты ему отвечаешь, чтобы просто Вот, вот такой ответ На, держи сам, что хочешь этим делай Или же ты смотришь по-мудрому То есть, стоит ли этому человеку Говорить ответ на этот вопрос Именно в этот момент? Сейчас он поймет его или нет? Станет ли это лучше для его религии Или не станет? И в первую очередь, братья До этого всего Ты должен смотреть А ради кого я это делаю? А стоит ли мне вообще В принципе говорить? А в принципе, являюсь ли я То есть, тем, кто может Отвечать на такие вопросы? И так далее Поэтому, братья Тысячу раз подумай Прежде, чем Залезать в эту тему Братья, Субханаллаху Аллахи Фетва Это, братья, Субханаллаху Фитна А не какая-то То есть, великая вещь Которую вот Машаллах Такого человека Спрашивают и так далее Нет, братья, Салиф И даже сподвижники Боялись, братья Субханаллаху Фетвы Боялись Даже братья У имама Аль-Бухари Есть целая глава В его книге То есть, Сахих Китаб Аль-Хаваля, братья Хаваля Это То есть, перенос То есть, и туда много Что заходит Перенос Перевод Или же То есть, даже может Зайти туда Аллаху Алим Некоторые вопросы Там Размена Обмена валюты И так далее То есть, имеется Перенос какой-то И из глав Который там есть, братья То, что сподвижники То что они Как говориться На другого переводили Когда их спрашивали Фетву Они говорили Спросил такого-то Спросил такого-то Спросил такого-то И так далее И тому подобное Аллаху Амус И чем меньше знания, братья Тем больше разговоров Чем больше знания Тем Аль-Хамдуля Больше человек говорит Что он не знает И так далее То есть, не обязательно Это не значит Если человек сказал Я не знаю Ты не знаешь Что он сразу ученым Становится хорошо что сейчас каждый начнет, говорит, нет, я не знаю, я не знаю, нет. То есть имеется человек, который отвечает на вопросы, но если он не знает, говорит, я не знаю. хамдулля, иншалла, мы надеемся, что этот человек на прямом пути. Даже, братья Супхан, сколько есть роликов. Где шеих Иbn Баз, говорит, я не знаю. Муфти и Сауди, братья, говорит, я не знаю. Говорит шеих Абдад, я не знаю. Шеих Альбания, иногда хадисы, я не знаю, говорит, Супханла. Что говорить, братья? Других. Давай. Абу Асси, братья, рахимаулла, говорил, тот, кто, братья, вышел на путь требования хадисов, изучения хадисов, то этот человек, братья, изучает самое великое дело. Самое великое из всего, что только может быть. Поэтому этот человек должен быть лучшим из людей. Что это значит? То есть ты должен быть описан лучшими качествами. Ты должен быть самым лучшим из всех людей. Хорошо? То есть чтобы по тебе твое знание, твои хадисы были видны. Чтобы никто ни в коем случае завтра не сказал про хадисы, про пророка, про сунну, или же попривержится в хадисы, из-за тебя, брат мой, что-то плохое только потому, что ты себя не умеешь вести. Сколько мы слышим такое от обычных людей, от простолюдинов, то, что знаем этих саляфитов, они самые угрюмые ходят, никому салям не дают, в мечеть приходят, никогда в мечети не помогают, ничего не делают, постоянно с имамом спорят, со старшими спорят, воспитания у них нет. Это, субханно, у саляфитов нет воспитания, или же у этой молодежи глупой нет воспитания. То есть, субханно, человек должен, в первую очередь, братья, каждый хадис, который ты читаешь, каждую пользу, которую ты получил, брат, в первую очередь, на себя ее опускай. Не нужно своего имама это опускать на молящихся, на взрослых, на молодых. Нет, брат, в первую очередь это касается тебя. Как говорил шеф Саляль-Фаузан, что призывающие братья, которые совершают деяния по своему знанию, этот человек может даже молча призывать людей, просто своим, то есть, охляхом, своими нравами, своим поведением и так далее. Хорошо. Хабиб ибн Аби-Сабид, рахима Аллах, говорил, «Инна минас суннати, ида хаддафа раджу лил каума, ан юкбили алейхим джами'ан, вала яхусса ахадан дуна ахад». Из сунны говорит, что если человек рассказывает людям хадисы, или же доносит до них что-то, чтобы он на всех их смотрел, а не на кого-то конкретного. То есть, когда ты, брат мой, сидишь, и перед тобой джамаат, не нужно только в одну сторону смотреть. Так, чтобы у тебя те, кто справа, те, кто слева, были, то есть, как будто бы они с тобой и не с тобой. Нет, на каждого смотри. И каждый, братья, и каждый из нас был в таком положении, что он что-то изучал, слушал уроки и так далее. И приятно же бывает, когда тот, кто тебе доносит, он иногда смотрит на тебя. Так же? То есть, лишний раз подстегивает тебя хорошо. То есть, ты, как говорится, если ты чуть-чуть спать хотел, постесняешься. Или же просто приятно, что шейх на тебя посмотрел, улыбнулся тебе, спросил у тебя иногда. Так же? То есть, приятно. А если он только двух-трех студентов своих спрашивает всегда, а до остальных ему, то есть, чихать, как говорится, ему он хотел и так далее, разве будет приятно и интересно сидеть у такого шейха? Нет, улыбнулась. Поэтому, братья, и сунны, и пророк, алей салят, сам делал так. Когда он оборачивался, братья, не оборачивался, просто головой, а оборачивался всем телом. То есть, как тебе приятно, что, субханна, к тебе посланник, Аллах, саллаллаху алей салям, на твой вопрос обернулся всем телом. Показывает тебе всем, братья, своим телом, своим лицом, своим поведением, показывает, что ему есть дело до тебя, что он интересуется, что ты хочешь, что тебе нужно и так далее. И поэтому, братья, каждый должен обязательно то есть, учитывать эти вопросы. Говорит, изучайте знания. И когда вы изучите это знание и будете доносить его до людей, будьте терпеливыми. Будьте терпеливыми своим знанием. Ни в коем случае не нужно постоянно шутки шутить, смеяться, когда ты преподаешь хорошо, играться как-то в играх это делать, в шутки. То есть, нет проблем иногда, если что-то где-то, как говорится, в тему, в нужном месте, в нужном времени и так далее, ты использовал. Но чтобы постоянно были шутки, чтобы постоянно было еще что-то и так далее, не нужно или же сердца, то есть, будут чувствовать, братья, к нему неприязнь. Неинтересно будет. То есть, субханаллах, к тебе не на комендийную передачу приходит хорошо. То есть, ты далеко не петросян, и это не аншлаг. Ты доносишь до людей хорошо Кур'ан, сунну посланника Аллаха, Поэтому будь, то есть, как говорится, описан такими же качествами. Да, действительно, сподвижники шутили, братья пороснования, Аллах, салалаллаху алейite салам, шутил. То есть, они понимали шутки. Но это не значит, что это должно быть постоянным groo-道 plus 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 plus. Или же через какие-то игры, и так далее, и тому подобное. Абдурахманлин anf. Махди, рахимаху Аллах, говорил... То есть, некоторые слова из этого мы читали уже с вами. сказал то, что люди говорили, что если человек встречает подобного ему или же того, кто выше него в знаниях, это был братья его, как говорится, праздничный день. А если же он встречал того, то есть своего, как говорится, сверстника или же подобного себе в знаниях, то он повторял вместе с ним хорошо, то есть не мог у него какую-то пользу взять, дать ему какую-то пользу. А если же он встречал того, кто ниже его в знаниях, то он, братья, проявлял перед ним скромность и обучал его чему-то. И говорит дальше, братья, «Валя якуну имаман фил айлми ман юхаддифу бикулли ма самя». И никогда не станет имамом в этом знании тот человек, который рассказывает людям все то, что он услышал. Услышал что-то, донес. Услышал что-то, донес. «Валя якуну имаман фил айлми ман юхаддифу ан кулли ахад». И не будет имамом такой, который рассказывает от каждого, берет от каждого. Мне сказал мой сосед, мне сказал такой-то, мне сказал там такой-то, такой-то. Мне сказал, нет, только, брат, от тех, от кого можно доносить, хорошо, то есть от праведных людей. И также никогда не станет, братья, имамом тот, кто приводит, братья, и знание отвергаемое. Приводит отвергаемое. То есть если он тебе скажет то, что некоторые ученые дозволят, то есть, например, как это говорят, братья, некоторые шуты, Субханна Горохова, и, в Аллахе, это, братья, абсолютно не люди, знание, говорят, спрашивают у него, женщина, у меня мать была неверующей, можно ли она умерла, можно ли мне за нее просить прощения? Ну, говорит, смотри, ученые разногласят в этом. Разногласят в чем, мискин? Что можно ли за кафера просить прощения или нет? Кто разногласят в этом? Посланник Аллаху, ему было запрещено, братья, за лучшего из каферов в его времени, братья, за Абутали попросить, Аллах, Субханна Горохова запретил. За своих родителей Аллах, Субханна Горохова, запретил ему, то есть, посланнику Аллаху, просить прощения. Ты кто такой, чтобы дозволять кому-то после этого? Это умершая, она была лучше, чем родители пророка, она была лучше, чем дядя пророка, который своим телом защищал посланника Аллаха, Субханна Горохова, и такие же вещи. Или же можно там делать так, можно делать всяких и так далее. То есть известные, братья, отвергаемые вещи, которым никто не согласен, хорошо? что временный брак там и так далее. Вещи, которые, субханно, никто, братья, разумный, никогда не дозволит, хорошо? А это, братья, как арабы говорят, халиф туаров. То есть, для чего это делается, братья? Когда ты противоречишь всему миру, ты всегда становишься известным. Как человек, который пописал замзам, хорошо? Никто такие вещи не делает. Ты сделал, и все, и все тебя знают, в Аллаху Аль-Мустаан. И под конец он сказал, братья, вальхивзу алиткан. Что такое, действительно, заучивание? Заучивание, это, братья, доведение до совершенства. Когда все, что ты знаешь, оно у тебя, как говорится, от зубка отлетает в Аллаху Аль-Мустаан.